О холодной войне сегодня заговорили в Европе после того, как финские военные произвели предупредительные взрывы по подозрительному подводному объекту в районе Хельсинки. Некоторые средства массовой информации предположили, что речь идет о российской субмарине. Такую же безуспешно искали в прошлом году у берегов столицы Швеции. Все подробности сегодняшнего инцидента в Финском заливе, а также комментарии властей Финляндии в репортаже Андрея Шилова. Взрыв подводной бомбы был предупредительным, подчеркивает Министерство обороны Финляндии. Такой взрыв несет сильный шумовой эффект, но опасности никакой от этого нет. В общем, и в этом смысл сказать, что вас заметили. Кому принадлежал этот объект и вообще подробности того, что это было, финские официальные лица не сообщают. Только министр обороны признал, что теоретически это могла бы быть подводная лодка. Но она уже, если она была, покинула территориальные воды страны. Подробности самого инцидента весьма скупые. В понедельник, а затем в ночь на вторник Финляндия обнаружила в своих территориальных водах какой-то объект. Потом произвела вот этот вот взрыв. И, собственно, все. Никаких дальше подробностей, а тем более сообщений о том, кому принадлежал этот объект, не поступало. Финляндия реагирует заметно спокойнее на такой инцидент по сравнению с тем, как в прошлом году в октябре реагировали шведские власти на нечто подобное. Тогда было тоже объявлено о том, что в шведских территориальных водах обнаружили какой-то объект. Пресса говорила о том, что это может быть российская подводная лодка. Россия все отрицала. Швеция потратила более двух миллионов на напрасные поиски. И ничем это не закончилось. Финны пока только сказали, что ведут расследование. Андрей Шилов. Хельсинки. Специально для RTVI.